На прилавках сетевых магазинов и рынков Челябинска появились арбузы. В первом урожае бахчевых, по мнению экспертов, могут содержаться опасные нитраты. Проверить товар на наличие вредных веществ можно прибором или народным методом. Мой коллега Владислав Чухров испытал оба способа. Средний вес одного арбуза 6 килограммов, то есть цена за один примерно 530 рублей. На арбузную проверку в сетевой магазин мы пошли со скрытой камерой. Интересуемся у покупателей, хотят ли они отведать бахчевых. Покупатели отмахиваются. За кадром говорят, еще не наступил сезон. Но продавцы уверяют, арбузы качественные, выращены в Иране. Там заявляют, самое время собирать урожай. Все документы на товар в порядке. А это один из рынков Челябинска. Здесь тоже начали продавать арбузы. И сертификаты у местных продавцов в наличии. Сертификат, то, что на арбуз, то, что там удавление, все там написано, сколько давалось. Кто отправитель, какой фирмы, через какую фирму берем этот, допустим, вот. Все написано, Челябинский, отрядный. Туда едем, Каширинский рынок. Продают оптом и в розницу, как простым горожанам, так и перекупщикам. Вторые берут здесь арбузы тоннами. Цена за килограмм 25 рублей. Сюда товары везут с ближнего зарубежья. Нормально все берут, нормально. Тюркестанский область, Махтаральский район. Вот оттуда привезли с Казахстана. Южный Казахстанский область. Первый урожай. Нормально. Без контрацент, все нормально. С этим арбузом, который мы купили на рынке Челябинска, мы приехали в нашу студию. И сейчас мы проверим его. Отрезаем небольшой кусочек. Говорят, что именно в хвостовой части арбуза скапливается самое большое количество нитратов. И опускаем этот кусочек в стакан с водой. Оставляем его здесь на 15 минут. Если вода окрасится, значит в этом арбузе есть нитраты. Итак, прошло 15 минут. Вода в нашем стакане не окрасилась, а значит народный метод показывает, что в этом арбузе нитратов нет. За это время к нам приснился эксперт, руководитель общественного движения «Моя планета» Ксения Галкина. И сейчас мы вместе с ней проверим этот арбуз специальным нитрат-тестером. Берем 15 проб в разных точках. Показания отличаются. Это нормально для арбузов. Итог от 22 до 104 миллиграммов на килограмм. Предельно допустимое значение 60 миллиграммов. Превышение налицо. Думаю, что в июне стоит воздержаться от покупки арбузов и все-таки оставить некую такую изюминку, когда мы ждем августа-сентября для того, чтобы насладиться вкусными арбузами. Спасибо, Ксения. Мы провели для вас два эксперимента, а покупать арбузы в июне или нет – решать вам. Владислав Чухров, Павел Головин. ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова